ну что мой гость давайте чуть громче говорить тогда будет нормально значит наверное я начну лаврёнов олег владимирович ну как то так как то так значит я вас знаю только по вашим вашей работе с детьми как называется ваш лагерь но у нас сеть детских лагерей на основной лагерь тот который у нас есть это лагерь бензон это палаточный лагерь и он находится на берегу краснодарского водохранилища практически все лето мы находимся в лагере и работаем детьми естественно это лето это летние каникулы зима весна осень у нас тоже есть каникулы и там мы проводим лагеря но они уже маленькие там детей гораздо меньше это уже лагерь уникум такой активный лагерь связанный с горами со зноубордом с лыжами и мы вот когда есть возможность выехать в горы мы с ребятами выезжаем и катаемся в горах а скажите я иногда вижу вот тут и не все он довольно ну не простая река особенно в этом году большое половодие это ваши ребята на этих на лодках на плотах или у нас на самом деле рекда река вот от маянска гс до свяногорска это просто шикарное место там есть и такие перекатики хорошие и бочки даже есть есть спокойные места и у нас здесь очень много кто занимается сплавами но поскольку летом мы в лагере то мы сплавляемся со своими ребятами с командой только либо весной перед лагерем или сразу после лагеря то есть это вот в начале начале осени так я буду вас спрашивать такие четкие вопросы и ответы значит скажите у нас основное направление сегодня другое но все таки кто-то нас слышит он может найти вас по интернету ну набрать слова приключила и вы сразу попадете на нас приключила с двумя буквами л так скажем это такое уникальное имя мы себе придумали когда-то давно давно-давно поэтому да и в ютюбе можно найти и в контакте в контакте про нас так скажем очень много информации следующий вопрос как вас угрозило стать руководителем ботанического сада ведь это же другое направление я обожаю сейчас пытать буду какое у вас образование образование высшее педагогическое конечно да это вот в свое время я стартовал электриком свою работу два года отработал электриком потом стал работать в школе учителя физики в Саеногорске 5 школе вот но потихонечку время менялась и я открыл свой центр дополнительного образования фюзис это центр дополнительного образования непосредственно находится в Саеногорске вот ну и поскольку нас направление очень много то получается между проектами у нас есть время свободное время когда я могу заниматься тем что мне интересно и вот как раз между лагерями между зимними осенними там примерно 2-3 месяца свободного так скажем времени где я могу заниматься тем что нравится и вот как раз лагерь поход на жизнь она так иначе связана с туризмом и мы как-то вот собрали единомышленники и сформировали ассоциацию ассоциация карлов створ это саеногорск и его окрестностей то есть все что связано с туризмом вот на этом участке вокруг саеногорска чем она не только саеногорск это и бейской район и шушевский район попадает вот в эту территорию вот и и в один момент в администрации у нас была встреча и зашла речь о каком-то заброшенном питомнике который вот просто погибал просто погибает вот я о нем слышал перед этим ну буквально там два-три раза наверное а вот так вот что такое питомник что там есть вот знание не было вот и так получилось что это было у нас девятнадцатый год как раз когда услышал о питомнике значит администрация попросили меня ну вот вы же туризмом занимаетесь возьмите вот земельный участок вроде что-то там можно сделать я пришел там конечно была такая унылая картинка почему потому что видно что питомник перерос очень сильно те растения которые были посажены для пересадки в город они просто переросли и стали уже непригодны для пересадки очень много сухих веток и деревьев было а полянки которые были они практически все полтора метра были в траве вот и так получилось что скажем так я на него долго долго смотрел и там была необоснованно высокая цена аренды ну просто огромная цена и все потенциальные так скажем участники кто бы хотел принять участие они естественно отказывались потому что она была очень высокая я хотел да и так получилось что раз в девятнадцатом году когда нам предложили я прихожу узнаю а что как а там с питомником на какие условия они говорят ну вот мы сейчас пересматриваем условия аренды и после пересмотра начать аренда была снижена но более чем десять раз о вот вот так вот да и когда ее снизили начать объявили конкурс и мне говорят олег ты же хотел приходить вот и так получилось что на конкурс больше никто не заявился я был единственным участником этого аукциона вот поэтому в двадцатом году в начале двадцатого года там буквально в январе мы заключили договор с администрацией и потихонечку понимаю что питомник вот он содержит очень много уникальных деревьев появилось желание преобразовать его из питомника именно ботанический сад и мы достаточно долгое время буквально несколько лет мы выкашивали траву чтобы там была естественная трава мы убирали сухостой но те деревья которые большие мы старались их не трогать оставляли такими какие есть для чего для того чтобы можно было сформировать небольшие зоны и на сегодняшний момент у нас есть так скажем территория где растут допустим там территория кедра территория где ельник у нас голубые ели туи и вот все мы зонировали и сейчас уже на так скажем на свои появились территории где мы стали уже садить новые деревья каштаны стали пробовать сидеть вот в прошлом году виноградник заложили и сейчас тестируем что можно было бы у нас все посадить из таких деревьев которые будут уникальными для нашей территории ну вот как то вот так вот это вот все и получилось мы становимся ближе сам уникальный если говорить плодовый сад в сибири и в россии это вот красный хутор это у меня ну да здесь нам с фруктами нам тягаться сложнее с вами кто сказал что ботаническом саду не должно быть фруктов но мы сейчас тестируем и там посадили яблоки посадили груши вот косточковые мы пока ждем вашего экспертного пожелания вот и будем экспериментировать так какой у вас личный статус директор заведующий или просто лидер ну здесь я не люблю слово директор руководитель подписывать документы подписывать ну какие-то подписывал вообще это скажем так вот на сегодняшний момент территория она закреплена за и п вот но с другой стороны начать поскольку это не просто какая-то коммерческая деятельность это социальное предпринимательство параллельно с и по которой у нас есть у нас еще и подключается к работе образовательный центр фьюзи я являюсь руководителем и на сегодняшний момент мы формируем такое образовательное пространство и статус у этого пространства называется саянокорский ботанический сад и данный ботанический сад находится в реестре школьных ботанических садов россии уже есть уже есть да есть есть реестр такой и когда мы узнали про этот реестр мы очень сильно были удивлены тому что в туве есть несколько школьных ботанических садов буквально несколько в туве это там где холодно там где мало что растет а там есть ботанические сады а кассия более мягкий климат и нету ни одного школьного ботанического сада и вот у нас наш ботанический сад первый который появился в реестре всей российской федерации как он называется там есть слово школьный но скажем так вообще он скажем так саиногорский ботанический сад но саиногорский ботанический сад поскольку мы там работаем со школьниками он находится в реестре школьных ботанических садов россии так у меня чем дальше тем больше вопросов все-таки это один вопрос немножко коммерческий 1 имеете ли вы бюджет на расходы и 2 не хотите ли вы зарабатывать деньги например с помощью продажи ну скажем так вот если если вы собрать расходы и доход да то на сегодняшний момент значит сад является таким пассивом то есть доходная часть у него гораздо меньше чем расход на то есть несмотря на то что уже практически двадцатый двадцать первых строя 23 4 года мы там работаем сад является убыточным убыток у него небольшой но он есть то есть на сегодняшний момент так скажем мы его содержим таким как он есть и здесь есть такое переживание что если делать большую коммерцию в саду да с высокой проходимостью то потеряется его уникальность вот поэтому мы сейчас балансируем ну вот так скажем старается балансировать в районе нуля понимая что чем больше прибыль тем больше проходимость тем сложнее будет удерживать вот ту экосреду которая часто сформирована если сейчас приходит человек и там небольшие группы да то как бы человек вот ну растворяется вот в этом пространстве а там ну просто уникальные места есть просто можно встать и залипнуть ну вот буквально там на 20 на 30 минут вы просто не исходя с места если выйти на берег там вообще завораживающий берег который так скажем и гора и май и это вы мне говорите который 40 лет назад но мы побывал побывал там вот вы я это я за историческую справедливость поэтому я не поправляю а добавляю к вам и так этот сад это детище сошникова уникального садовода который выращивал и уникальные деревья и просто деревья и снабжал город и вот то что в городе растет а город зеленый это сошников до своего небесный вот это я хотел это я при каждой возможности вспоминаю ну здесь как раз питомник когда это то что он собрал уникальное растение да это ему огромное спасибо конечно вот 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 это обязательно что вы это меня поняли здесь я все старые меня никаких ой какие там я же у вас был когда вы жаль отвлекаюсь воскресенье было да субботу субботу был этот фестиваль а я несколько лет не было я когда понял что мне нет денег купить его процент администрация выставляла на продажу и так ну или там аренду или неважно вот и вдруг через ту и стали такие а вот эти вот голубые ели если еще 10 лет назад я почему сказал про коммерцию именно с этих трех-серех этих деревьев брал семена проращивал и продавал вот а сейчас я просто дарю вам идею у вас сейчас зимой падает уникальная это такие огромные красоты я больше таких не встречал нигде никогда не в городских парках не не в тайге в тайге и попадаются как ни странно я раньше думал они только культурных а вон они в тайге по сезоне растут только такие знаете карликовая голубые но карлика вот и тогда я субботу я хожу посмотрел вверх вот это невероятно они стали еще краше еще коммерческий вопрос собирайте зимой семена весной высаживаете вот эти самые саженцы на продажу я не понимаю вас я наполовину извините хохол я себя пусть не обижаются украинцы это я себя хохол называю вот и у меня значит обязательно это коммерческая жилка вот я когда-то искал способы проращивания много-много было голова кругом особо условия семена просто так плохо я взял просто посадил они просто все зашли без всяких хитростей и вот я эту идею дарю для начала так вот теперь еще значит все таки он должен как-то существовать он должен привлекать людей так вот поэтому возникает вопрос представим себе что там есть редкости но там у вас еще ничего нет плодового ну вот что-то посадили но еще не факт что это все будет вот у нас идет страшная эпидемия по яблоням вы знаете она не идет она заканчивается то есть сотни тысяч яблонь под дачных садах были от момента уничтожены неизвестной болезнью я сегодня больше то поверьте мне его рак называют это условно условно да это не рак вот это это бактериальная болезнь и вот я к чему говорю значит мы сейчас с вами вот как раз еще немножко и закончится 20-минутная сама прервется съемка вот сейчас мы с вами идем выходим из этой скромной обители вот такой такой условия у меня есть пока а я вас под воду показываю супер груши пока вот сказать вот не поверите я вам покажу супер сливы это будет второй фильм потом куда еще ну яблони само собой но абрикосов давно нет персиков уже ни одного нет они у меня дома в холодильнике последний лежат я не догадался сюда привезти ну не это да я люблю удивлять знаете вот этот вот самое вот это вот видите это ребенок собрался садить почему потому что они принципе всегда маленькие то есть по размеру а это был самого крупного 100 граммового плода у меня сорт скромный на самом высокий мире и с этим вас познакомлю и с этим и с этим и с этим обойдем сад вот то что гарантирую найдитесь вот так вот по ходу да буду угощать угощать возьмем с собой нож чтобы отрезать так удобнее и потом будет уже как бы вторая сегодня или в следующий раз встреча все это на обдумывание вы уже поняли к чему я клоню нет не просто вы знаете я максималист страшный у меня если в морозойке это самый высокий мир если самое крупное самое крупное в мире если да я не шучу в мире я научился придумал как увеличивать размеры вот нарушая все законы генетики или наоборот соблюдая их просто они не признаются после лысенко и мичурина фамилия знакомая высшее образование учитель лысенко после лысенко и мичурина все нахрен все черту опять плохое слово все отложили в сторонку да и вот отложили так что приходится начинать с нуля поэтому я сейчас считаю так остается там хоть минутка то чуть-чуть главная мысль это не просто ботанический сад а лучший ботанический сад в россии и европе а вы знаете что у вас уникальное место а вы знаете что микроклимат а вы знаете что даже персики укрывать не надо вот на этой высокой ноте лучший ботанический сад пока это сотрясение воздуха но мой то сад существует мы сейчас откроем эту дверь и мы в сказке идем в сказку а но мне бы хотелось бы чтобы у него был особый статус чтобы у него был штат чтобы были настоящим директором чтобы у вас было это самое статус не просто и п чтобы это принадлежало науке чтобы ну вот все было так чтобы вот ну и понятно вам никуда не деться от посетителей которые должны две три сотни выложить за посещение также то есть можно уже нарастать будет авторитет у сада слава и доходы